В театре «Астана-Опера» были исполнены произведения из наследия Людвига Ван Бетховена «К далёкой возлюбленной» из серии о музыке и её создателях. Как и с сегодняшним циклом «К далёкой возлюбленной» Бетховена, мне кажется, мы войдём, пусть даже не в касту, но в ряд тех известных театров, которые достойно отмечают этот юбилей, юбилей великого немецкого композитора Людвига Ван Бетховена, потому что это историческое событие. На сцене камерного зала выступили заслуженный деятель Казахстана Жан Тапин, солистка театра «Астана-Опера» Мадина Исламова, а также Гульнара Тлеу Гобылова и Данияры Симханов. Партии фортепиано исполнила Раушан Бескимбирова. В вечере, посвящённом 250-летию великого композитора, прозвучали такие произведения, как «Вокальный цикл к далёкой возлюбленной», «The sweetest lead was Jamie» из цикла «25 шотландских народных песен», «Ария Марселина» из оперы «Фиделио», «Романс фа-мажор» в переложении для альта и фортепиано, 32 вариации для фортепиано до минор, 11 новых богателей для фортепиано. В этом году весь музыкальный мир отмечает большое событие, юбилей немецкого композитора Бетховена. В этом году 250 лет со дня его рождения. И «Астана-Опера» также принимает активное участие в этом праздновании. Сегодня мы представим очень красивую, яркую программу из его произведений. В моём исполнении вы услышите песню «The sweetest lead was Jamie» на английском языке. В Национальном музее был организован круглый стол, посвященный 175-летию великого поэта Абая Кунанбаева под названием «Наследие произведений учеников Абая Кунанбаева». Эксперты обсудили вклад просветителя и его творческое наследие. А также во время мероприятия, организованного научно-исследовательским центром «Кассеты Казахстан», Абая-веды представили публике свои работы, над которыми работали в течение многих лет. «Мы все хорошо знаем Абая Кунанбаева. А кем были его ученики? Что мы знаем о поэтическом искусстве его учеников? Например, некоторые сыновья Абая продолжили его поэтический путь. К сожалению, они рано ушли из жизни. И есть те, кто продолжает. В советское время известный деятель Каим Мухаммед Ханулы занимался этим, исследовал эту тематику. Что мы знаем о нём и его работах? Мы сегодня собрались обсудить эту немаловажную тему. Во время круглого стола будут представлены некоторые материалы. Основная цель мероприятия – анализ ранее неизвестных данных. «Наша цель сегодня – открыть для себя Абая с другой стороны. То есть мы хотим собрать материалы, данные, которые были ранее неизвестны, и записи учеников Абая. А затем систематизировать их. Мы собираемся вычислить разницу между исследованием бывшей тоталитарной системы и настоящим исследованием». На конференции присутствовала Лайляля Баймагамбетова, потомок сына Абая Кунанбаевлы, Акалбая. Помимо круглого стола была организована и выставка. В Алматы в театре «Ля Боэма» состоялся концерт оперного певца и саксофониста Евгения Дробота. Музыкант представил публике волшебный микс разных культур и традиций. «Я считаю, что музыка не имеет каких-то рамок или жанров. Музыка – это единое. И я играю от, как говорил, от оперы до рока, до джаза, даже и рэп играю. Я всегда показываю самого себя, потому что нельзя играть музыку без души. А если в музыку вкладывать душу, то музыка – она и есть ты». Имея богатый опыт, Евгений Дробот не относит свое творчество к какому-то определенному жанру, отмечая единство музыки как явления и нежеланием ограничивать себя какими-либо рамками. Зрители насладились мечтательным звучанием саксофона и волшебными ритмами дудука в окружении яркого самобытного вокала. Что касается дальнейших творческих планов, музыкант отвечает просто – никогда не останавливаться. В завершении выпуска афиша ближайших событий. В галерее Хасанат проходит выставка «Хрупкое равновесие». Экспозиция «Эта загадочная Африка» порадует гостей галереи УЛАР. В Весентай Гэллери продолжается выставка «8,5». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова